Поэтому, конечно, сегодня при выходе на поле должно учитываться досконально физическое состояние любого футболиста. Ну и еще раз. Складывается что-то очень важное. То есть к матчу римляне подходит, конечно же, с активностью необыкновенной. Вот он, красавец, вот он, символ футбольного Рима и Ромы. И, в частности, особенности его так прелеземесто щетелющимся ударом в направлении возможного рывка. Жервинио посылает он мяч. На то. А если ударить Биброс? Ничего, ничего. Кстати, пока по точным передачам, вот на этот момент у ЦСКА, знаете, кто лидирует? Василий Березуцкий. Правда, чаще всего это пас ближнему, на своей половине поля, но тем не менее. Волан. И перевод в касание, диагональ, точнейшая на Флоренции. Дальше Тотти на Флоренции, уже на угол вратарский. Опасно. Туда его. А если бы он аккуратненько сейчас сумел бы в центр штрафной, вы видите? Ну, собственно, это баш на баш. Потому что так вот Муса, помните, я отдал назад, а мог бы покатить мяч на Думбия. И вот ровно такой же момент у наших ворот. Но этот последний, хронологически. Загоев. Пропусти. Все правильно. Пропускает Муса. Думбия. Забей, Думбия. Ух, какой момент, какой момент. Тронул мяч, мне кажется, Муса чуть-чуть загнал. Да, вот чуть-чуть тронул. Но зато дистанцию выиграл. Пас прошел бы. Очень грамотно действовал защитник. 25-й номер Олебас. Он закрыл возможность покатить мяч вдоль ворот. Видите, бросает взгляд Думбия. А Муса уже прикрыт. Приходится бить самому. О, Десанки, Спакрабьи выходят. Первый настоящий момент в матче. А сбегу-то вроде бы даже он с левой будет бить. Но Тотти мяч устанавливал. В 9-й случаях, в 10-й, кто устанавливал, тот и бьет. Я бы не купился. Конечно, бьет Франческо Тотти. И Ромова ходит вперед. 1-0. Как стенку прошил. Ну, мастер. Слово я волшебное знаю. Не забили сами, получили прямо в раздевалку. На 40. Да нет. Рассыпала стеночка. Чем Франческо и воспользовался. Конечно, рановато еще тянуть время. Но Голан штрафной. На какой амплитуде выходит. Куд бьет. Вот не встретили. Да, навстречу нам прошел. И в дальний бил уже на исполнение укладывал. Не попал. Но это момент еще. Тот еще. Правда, промах-то серьезный. Там больше метра. Заставили переживать. Я не думаю. Такая уверенность в том, что на ночь сыграют. И прибавить. А если сейчас мяч в угол полетел? Ну, например. Да, я понимаю, что моментов таких немного. Но кто мешает их создать? Ты еще 15. Доктор прописал. Но пока атака 3 в 2 в исполнении Ромы. Длинный пас на выход. Это все так положено. Рьяич. Он должен, в принципе, играть на партнера. Рьяич. Ну что, вот это тоже признак класса. Да, едва ЦСКА. Все равно буду призывать идти вперед. В данном случае абсолютно никакого значения. Не имея счет, с которым ты проиграешь. Даже рискуя. Даже пропустив второй. Все равно пойти вперед. Не получается там в 5-6 человек организовать что-то по-настоящему опасное. Значит, надо рисковать идти в 8. Другого варианта нет. Ну а пока Франческо Тотти у мяча. То есть, да. Два матча. Отличных матчах Манчестер-Сити. У многих, да не буду врать, и у меня тоже отчасти, создали надежду, что теперь может сказка вообще начаться. Ну вот сегодня все-таки понятно, что не так уж и в отличном состоянии армейцы находятся. Но они гол-то забьют. Они гол-то забьют. И, по крайней мере, сегодня вечный город гулять не будет. Вот о чем я говорил. Вот она, похоже, и случилась. После передачи Романа Еременко. Трогал тут мяч Думбия или нет? По-моему, нет. По-моему, мяч так и залетел в ворота римлян. То есть не Романа Еременко, а Василия Березуцкого. И Морган Десантис, безусловно, долгий.